И продолжаем наш эфир. Как и обещал, в студии появился Игорь Маржаретто, наш автомобильный обозреватель. Игорь, приветствую. Добрый вечер. Сразу скажу слушателям, если есть вопросы, они наверняка уже есть, по поводу автомобилей, автомобилистов и всего того, что вокруг вас происходит, то, пожалуйста, 8903-170-6363 для тех, кто пользуется WhatsApp и Viber, 8903-170-6363. Ну, а для тех, кому привычен СМС-портал, 5533, короткий номер и слово «Вести» в начале сообщения. Я приступлю к тем вопросам, которые вот есть. Накопились, что называется. Накопились. Богатое начало недели у нас. Потому что за умными машинами следит большой брат. Ну, это, в общем, разговор... Лучше бы он следил за дураками, конечно, но он следит за умными. Разговор не новый, это уже давно известно, что всем под наблюдением большого брата, любой обладатель современного телефона, в конце концов, он тоже должен понимать, что спецслужбы могут по телефону установить не только его месторасположение, но и с кем говорит, когда говорит и так далее. Ну, а автомобиль — это еще больший телефон такой. Современный автомобиль. Телефон с колесами. Да, это, в общем, такая сложная электронная штука. Давно уже современные автомобили включены в интернет. Там сложные компьютерные системы есть. И, в общем, вот у нас есть система «Аэроглонас», подобные будут и в Европе. И сегодня многие компании, естественно, имеют возможность, снимая информацию с автомобиля, получать информацию о том, как водит человек, куда он ездит, с какой скоростью, какой у него стиль вождения, агрессивный или неагрессивный, сколько пассажиров он с собой возит и как часто, по каким маршрутам, какую музыку слушает, какие функции электронной компьютерной системы его интересуют больше. Например, кого-то там, система коммуникации с телефоном, кто-то смски получает, кто-то там в навигационной системе что-то еще. То есть проследить за человеком можно достаточно легко и узнать о нем буквально все. И снять эту информацию. Более того, этим активно пользуются, это не секрет, маркетологи для того, чтобы составить портрет покупателя, потребителя автомобиля и потом представлять, чего же ему надо, что он хочет, что же ему предложить в следующем поколении. Нет, если маркетологи, так оно ладно, но вот важный вопрос, с кем этот брат, во-первых, как зовут брат, а во-вторых, с кем он делится, получит информацию. Вот это уже второй вопрос, потому что эта же информация, она как бы формально обезличенная, то есть там не написано, что это Джонс или Иванов или там Мипуришвили. Это просто некий потребитель, живущий в сельской местности, и информацию о нем и о его привычках в принципе можно обобщать и продавать. Это уже интересно, наверное, и другим людям, но я имею в виду, в первую очередь, маркетологам других компаний. Подожди, вот я хотел уточнить, а когда собирается информация, она действительно обезличена? Там нет, что автомобиль, там, Лада, Приора, Винт, 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 какой-то, агрессивное вождение, и это сразу в ГИБДД. Есть законы персональных данных у нас в стране, есть подобные законы во всем мире, которые запрещают привязывать эти данные конкретному потребителю. Насколько это выполняется, не выполняется, уже второй вопрос, но законы такие есть, и в том числе у нас прописаны. Но вот информацию, которую могут собрать от человека люди, не имеющие специальных погон на плечах, она достаточно любопытна, в первую очередь, еще раз говорю, для других компаний, которые продают все, начиная от минеральной воды и гигиенических средств, и кончая там домами и билетами в отпуск, на курорт. Поэтому надо понимать, ну, плюс, конечно же, к этой информации при необходимости имеют доступ спецслужбы, которые, конечно же, не отслеживают каждого человека, который купил автомобиль и куда-то поехал, это просто физически невозможно. Но при желании войти в компьютерную систему автомобиля, подключиться к ней, могут и спецслужбы, и это надо, опять же, понимать. То есть сейчас уже техника дошла до того, что не надо, чтобы там тайно кто-то маячок прилепил под нищие автомобили. Нет, 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 это просто серийный автомобиль, ничего, теоретически можно этим автомобилем, знаешь, как в фильмах про Джеймса Бонда управляют автомобилем со стороны, теоретически на сегодняшний день современный автомобиль можно удаленно заглушить, в принципе. И компания-производитель это может сделать, нет, не любой человек, безусловно, а компания... Не автоваз может такую машину сделать? Я думаю, да. Так это касается серийных машин, ну, условно говоря, если спецслужбы устанавливают, что там на этой машине что-то там задумано. Ну, еще раз говорю, прикидываться, что ничего не происходит, уже глупо в наше время. Мы все под колпаком. Колпак этот уже, наверное, всем привычен, и если мы берем телефон, даже не включая его, мы понимаем, что за нами можно посмотреть при желании. И тем более, когда мы усаживаемся в современный автомобиль, подключаем телефон через протокол Bluetooth, допустим, к автомобильному компьютеру, чтобы там телефон твой выдавал какую-то информацию или карты, или навигационные карты, коммутируемся друг с другом, там, выходим Wi-Fi. Надо понимать, что возможность проследить за нами есть и у тех, кто создал этот автомобиль, и у спецслужб. Никакого открытия тут нету, и я веселюсь обычно, вспоминая, как у меня была собака, и вот для перевозки через границу, и вообще еще много лет назад потребовалось вставить ей в ухо чип специальный. Сейчас это обязательно. Я жду, когда появится чип, но не такой крупный, как для собак, который вставит нам в ухо или еще куда-нибудь. Увы, я думаю, через какое-то время мы и к этому приедем. Ну, пока что мы знаем, что если хочешь вставить какой-нибудь чип в теленка, то лучше подождать, пока государство тебе его принесет и обяжет вставить. А самому не надо. Хорошо, давай к другим темам. Давай. Раз уж зашел разговор про АвтоВАЗ, у некоторых автоэкспертов просто язык горит при одном упоминании. Я жду слова у вас патриота. Нет, нет, потому что сейчас, я честно признаюсь слушателям, я перехожу к тому листочку, который Игорь любовно принес мне, чтобы я не выглядел уже полным идиотом в автомобильной теме. Нет, 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 это неправда. Тут написано, рестайлинг, гранты. Я хотел сказать, что у нас... Видишь, про то, что гранты и АвтоВАЗ как-то связаны, это я знаю сам. У нас были подведены итоги года, буквально на прошлой неделе. Прошлый год признали очень успешным. Рынок автомобильный вырос на 12%. Видимо, будет рост и в этом году. Ну, для того, чтобы точно сказать, рост будет или не будет, надо дождаться решения правительства по ключевому вопросу, повышать или не повышать утилизационный сбор. Но уже многие производители готовят новинки. И АвтоВАЗ несколько раз намекал устами своих руководителей, что в этом году будут какие-то серьезные новинки, инновации на нашем рынке. И вот уже об одной инновации стало из информированных источников известно, что к лету будет готово очень серьезный рестайлинг. То есть, ну, внешние серьезные изменения и внутренние у бестселлера АвтоВАЗа автомобиля Лада Гранта. А когда говорят рестайлинг, имеется только действительно дизайн, что называется, или технические характеристики тоже могут измениться? Ну, да, могут, но не принципиально. То есть, платформы остаются предыдущие, как правило, двигатели остаются основные и предыдущие, хотя могут добавляться и двигатели, и коробки. А обоих цветочек могут поклеить. Добавляются новые функции, кузов меняется и внешне, и внутри сильно, салон меняется, приборы, но появится. Это, в общем, автомобиль может довольно сильно отличаться, хотя это не принципиальное отличие. То есть, понимаешь, вот дом есть, тот же самый фундамент остался, стены есть. А обои, а крыльцинку можно поменять. Да, крыльциновые, и с другой стороны. Вот, и ждем рестайлинга Гранты. Гранты – это самая продаваемая модель автоваза на сегодняшний день. Есть еще вторая модель Калина на той же платформе сделана, и вот по слухам, неподтвержденным, Калина не переживет рестайлинг Гранты, потому что будет все называться Гранта, все модели будут называться Гранта. Выполнены теперь в стилистике более старшие, очень популярные модели Веста. И вот покажут нам это уже к лету, к концу лета, к московскому автосалону, и это будет одна из премьер московского автосалона. Рестайлинг Гранты, все-таки для нас это важно, это самая популярная модель автоваза, и модель номер два на российском рынке. Так что ждем, пока видел только шпионские снимки, интересно. Видел только фары, фары впечатляют. Фары впечатляют. Так что ждем, плюс еще вполне возможно, что автоваз покажет нам совершенно новую модель, новое поколение самой популярной своей модели, это Нива, которая сейчас называется 4х4, это внедорожник от автоваза. Вполне возможно, нам уже покажут предсерийный образец этого автомобиля, сделан уже на иной платформе, будет выглядеть совершенно иначе, хотя стилистически какие-то вещи могут сохраняться. То есть автоваз в этом году... Главное, что плюсы остались, потому что действительно Нива это одна из лучших вершин достижений автоваза. Ты понимаешь, это вещь, которая может более всего гордиться вообще весь советский автопром и российский, потому что это самый главный наш автомобиль, этот автомобиль, появившийся 40 лет назад, совершил переворот в мировом автопроме, это формально и фактически первый в мире кроссовер. Первый в мире кроссовер, до этого никто не делал, а после этого все начали делать. Мы были первыми, и автомобиль выпускается 40 лет и до сих пор имеет спросы в России и за рубежом. Я напомню слушателям про возможность задавать вопросы. 5533, это СМС-портал, слово весть в начале текста, либо в WhatsApp и Viber 8903-176-363. Сейчас ты поймешь, почему я это делаю. Наконец-то пришел вопрос не про вас, патриот, а вот как он звучит. Как вы думаете, когда уже прекратится продвижение плохого изопропанола для стеклоомывающих жидкостей и разрешат денатурированный метанол? Вы знаете, я знаю, о чем идет речь. Я не могу произнести и повторить этих слов. Ну, я скажу честно, с заботой бывшего нашего главного санитарного врача 10 лет назад был запрещен омывающий жидкость, сделанный на основе метанолу. Чтобы не пили. Ну, считалось, что их пьют, хотя их пьют сумасшедшие только. Ну и чтобы не пили, ладно, сейчас пауза, а пусть думают, что пить. Продолжаем разговор. Наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретто здесь в студии. Вопросы я недавно сказал, куда присылать, поэтому продолжим. Давай я про метанол закончу все-таки. Вопрос был, когда разрешат снова омывающую жидкость на основе метанола. И я сказал, что наш предыдущий очень известный главный санитарный врач добился запрета. И на изопропаноле начали делать только омывающую жидкость по закону. Он, надо сказать, дороже, хуже моет стекло и замерзает быстрее, чем на метаноле. И пить его вообще никак. Нет, его можно пить, но если от метанола это сразу ТУ-104, а если это пьешь, так просто нехорошо будет. Накопительный. Вот, но не знаю. Метанол в Европе не запрещен. Я имею в виду жидкости на основе метанола. У нас продают подпольный выполненный метанол, и его с удовольствием автомобилисты покупают. Не для того, чтобы, естественно, пить. Потому что он лучше моет и замерзает при более низких температурах. И я думаю, что надо бы провести анализ и все-таки сказать, что, ребята, ну не такие же мы дураки, чтобы пить всякую дрянь. Но это же действительно дешевле получается, лучше качество. Ну, я не могу выступать в роли защитника запрещенного препарата, но призываю к здравой оценке ситуации. И не считать население нашими полными идиотами, которые пьют, лишь бы что-то горело. Вот это вот беда, когда действительно... Перестраховка. То 30 человек, то 200 максимум что-нибудь делают, из-за этого принимается закон, который ограничивает возможности всех вообще. В такой ситуации надо запретить кухонные ножи. Все, потому что из кухонных ножей погибает ежегодно несколько тысяч человек. Потому что бытовая драка заканчивается глупость какая-нибудь ударом кухонного ножа. Мы не запрещаем же. Ладно, переходим давай к следующим темам. Они достаточно важные и интересные. Да, но опять же, поскольку алкоголь. Значит, прихожу на работу, и мне рассказывают замечательную историю, как я, пешеход, не знал, что такое можно было. Как, оказывается, можно было избежать проверки на алкоголь? Тебя останавливает полицейский, мне рассказывают. Выходишь, говоришь, здрасте, товарищ майор или там капитан-сержант. На его глазах тут же хлопай из горла, вливаешь в себя алкоголь. И доказать, что ты за рулем был в состоянии алкогольного пьяни, нельзя. Меня это потрясло, если честно. Значит, а теперь объясню, почему у нас такой разговор зашел. На самом деле, то, о чем рассказывает Аверин, делать, конечно, нельзя. Потому что это запрещено давным-давно. Была такая лазейка, ее в Коапе отменили давным-давно. В Коапе есть даже специальная статья, где написано, если ты там, ну, переводим на русский язык, если ты там выпил, 12-27, если точно, кому интересно, смотрите. Уже после того, когда тебя остановили, все равно ты считаешься до того пьяным повсеместно. И все равно тебя лишат прав. Выпьешь ты до, выпьешь ты после. Пьяным за руль не садись, дурак. А если ты демонстративно пьешь, все равно признаете давно пьяным. И лишат прав. И 30-тысячный штраф минимум назначен. Но была другая лазейка, возникла. И якобы ей в прошлом году даже воспользовалось порядка 4 тысяч человек. Если происходит ДТП, в которых страдают люди, получают повреждения, какие-то или, не дай бог, погибают, и виновник ДТП человек в нетрезвом состоянии, то для него наказание на порядок значительнее, сильнее и строже, если он трезвый совершил это ДТП. И, условно говоря, разница такая. Если случилась авария несчастная, дай бог, погиб человек, водитель виноват, там очень, не очень, суд рассматривает ситуацию, говорит, ну да, он был трезв, он мог видеть, не мог видеть. И срок, который может получить человек, там, условно говоря, до 5 лет. А в большинстве случаев, когда видишь, что человек адекватный, там, может, даже и меньше срок немножко, может быть, даже в каких-то ситуациях условный, потому что, чтобы дать возможность отработать денег, заработать людям, родственникам. А если за рулем был пьяный, однозначно стоит теперь минимум 2 года, никаких условных, никаких отработок, минимум 2 года и до 9 лет максимум. То есть в этой ситуации выгоднее сказать, что я был трезв, и тогда, может быть, более мягкое наказание. А вот тут как раз в уголовном кодексе, в отличие от административного, прописано не было. Такая ситуация, когда человек на глазах у гаишника говорит, я так переживаю за вот этого пострадавшего. И стакан. Опа! Стресс снять. Стресс снять. И тут не было прописано, что делать в таком случае, как его признать пьяным и не признать. Вот, наверное, в глазах. Так вот, единственная правка, которую предложил сегодня МВД внести, я считаю, что это вполне справедливо, что хлопнул ты стакан до, хлопнул ты стакан после, ты в любом случае сволочь и алкаш, и получишь по полной программе. Вот это единственная правка, а то, что ты говорил... Не буду спорить. Да. Мне это нравится, потому что... Раньше вот эту вилку убрали, и слава богу. И слава богу. Пить за рулем нельзя. Нельзя. Теперь вот смотри, у тебя написано «Без полиса ОСАГО». Я цитирую. Слушай, свежее предложение, очень важное. В Госдуму внесен законопроект, который предлагает увеличить в 6 раз штраф за отсутствие полиса ОСАГО. Дело в том, что у нас там порядка 40 миллионов человек ездит с полисами, а миллион человек говорит, что не будем покупать по разным причинам. Ну, не хочу. Я считаю, что это бессмысленная бумажка, это навязанная бумажка. И хотя мне закон говорит, я не буду покупать. Я... Ну, поймает меня за год один раз без полиса. Ну, может, два раза. Штраф 800 рублей. Всего? Можно заплатить 50%. У нас есть такая возможность, если сразу... Если быстро, да. Да, 400 рублей. Проверок на дорогах практически сейчас нет. Ну, и что, я и обойдусь, я без полиса. А я же сейчас липчик, аварии со мной быть не может. И случается авария с таким нехорошим человеком. А что с него взять? У него полиса нет. Ну, начинает судебный... Самый безработный? Да. Начинает судебный тяж, будет надолго и печально. У меня у друзей была такая ситуация, когда в них въехала девушка без полиса ОСАГО. А сегодня я слышал от одного своего приятеля историю, когда столкнулись две машины. У обоих нет полиса ОСАГО. Ну, ладно, тут оба дураки, ну, что называется. Вот предложение есть увеличить стоимость штрафа до 5000 рублей. 5000 рублей – это средняя цена полиса ОСАГО по России. Ну, или купи полис, будешь есть спокойно. Или заплати штраф. Я, в общем, ничего против не имею, потому что считаю, что полис покупать надо. Единственное, что какой-то контроль должен быть, поскольку гаишников на улице с палочками у нас не стало практически. Есть предложение, довольно давно обсуждается, чтобы видеокамеры нагрузить еще и такой функцией. Сейчас видеокамеры, значит, превышение скорости фиксируют. Выезд на встречку, выезд на красный свет и так далее. Предложение есть, и якобы прорабатывается уже техническая возможность, она тоже есть. Не у всех автомобилей считывать наличие или полиса ОСАГО, или отсутствие. Он же привязан к номеру автомобиля. А только у тех автомобилей, которые нарушили правила, скажем, проехал тут со скоростью 200 км в час под камерой, хлоп, его сфотографировали, и тут же по базе проверяют. Ну, всех зачем проверять? Опа, есть полис. Ну, получишь только за превышение скорости. Нет полиса? Еще и за... То есть контроль какой-то должен быть. А если фальшивый? А если человек купил, его нагрели? Ну, тут сам дурак называется. Потому что, во-первых, надо понимать, что если тебе предлагают полис за треть цены, то он не может быть натуральным. Не может быть осетрина третьей свежести, и полис за тысячу рублей не бывает полисом. Потому что средняя цена, еще раз говорю, 5000 рублей, это вот такая по России. И за тысячу рублей, если ты покупаешь, ты заранее соглашаешься. Кстати, я рассказывал, был на круглом столе генпрокуратуры, где говорили, что действительно много поддельных полисов гуляют, но реально начинают, и таких уголовных дел довольно много по стране, уголовных по статье, пользование заведомо фальшивым документом. Есть и чудовищные штрафы, там, 300-400 тысяч рублей. Потому что если ты покупаешь, еще раз говорю, за тысячу рублей бумагу, которая стоит 5000 рублей, ты должен понимать, что это что-то не то. Не бывает бесплатного сыра. Вот на этой мудрой мысли мы с тобой, к сожалению, и закончим. Чтобы она глубоко запомнилась нашим слушателям, мы с этим оставим. Спасибо, Игорь Бажаренко. Всем будет только в радость. Субтитры сделал DimaTorzok